Здесь несколько аспектов, конечно. То, чем занимаюсь я и занимается институт, и занимается кафедра социальной работы педагоги, которую я возглавляю, это, конечно, фокус внимания у нас на молодых людей, на молодежь, потому что тот кризис семи, наверное, связан с готовностью к родительству, с готовностью к осознанному родительству, потому что мы понимаем, что это очень сложная миссия, это миссия непростая, это миссия трудная, тем более она трудная в таких вот постоянно меняющихся условиях и не всегда достаточно материального обеспечения молодых людей. Поэтому вот это одно. И здесь то, что вот сегодня говорили, обсуждали меры поддержки семей, которые действительно в Тверской области, ну, как, наверное, в других регионах, достаточно значимые. Но вопрос возникает, знают ли о них молодые люди, знает ли о них молодая семья, знакомы ли они с ними. Ведь, как правило, об этих льготах узнают те семи, где уже появилось вот это достаточное количество детей. Когда они могут претендовать на льготы, они начинают спрашивать, узнавать, интересоваться. А знают ли о них молодые люди, потому что эта система льгот может быть таким хорошим, мотивирующим ресурсом на рождение детей. И сегодня вот правильно сказали, что если вот ребенок родился и получает памятку родителей, где сказано, сколько будет, когда родится двое детей, какие будут меры поддержки, когда родится трое детей и так далее. Конечно, еще одна сложная проблема, ведь одна проблема демографическая, это вот чтобы много детей появилось, а еще как их правильно воспитать и как правильно в семье построить отношения между супругами. Потому что я сегодня говорил, что, конечно же, мальчишки растущие считывают модель поведения отца, как он относится к маме, как он относится к детям. Девочки считывают модель поведения мамы и потом несут это в свою сознательную жизнь, когда становятся самими родителями. Это еще одна проблема. Это вот проблема социальной поддержки. Я сказал бы социально-психологической, социально-педагогической поддержки семьи, потому что вот, я тоже сегодня подчеркнул, вот есть так называемые, мы сейчас сделали исследование, есть так называемые ненормативные кризисы в семье. Есть нормативные кризисы. Родился ребенок, это нормативный кризис. И, может быть, я так скажу, вдруг начинает молодой папа ревновать жену свою, потому что ему меньше внимания уделяют в связи с рождением ребенка. Ну, слава богу, такой кризис, который многие семьи переживают, он проходит. Да, это вот нормативный, я привел пример. А есть ненормативные кризисы. Они сегодня у нас проявились, вот даже в этой ситуации пандемии последних лет, когда кто-то из родителей очень серьезно заболел. Может быть, даже это случилось, там и трагический исход этого заболевания, вот в условиях ковида и усиление других болезней, которые случились в условиях пандемии. Какой происходит психоэмоциональный стресс с ребенком? Как он-то все запечатлевает? Особенно, если в каком-то находится сам кризисном возрасте. Мы знаем из психологии кризиса детей в 7 лет, кризиса детей в 12, в 11, в 14 лет, вот так называемый переходный возраст. И здесь, конечно, нужно такое межведомственное, как, если говорить языком чиновников, такое комплексное внимание к ребенку и школы, и общественных структур, и Министерство демографической и семейной политики этих наших созданных везде центров, которые называются так красиво «Мой семейный центр», да, которые появились в муниципальных образованиях, и областной центр «Семья». Такая вот большая, ну, такая вот, такая работа, внимание к детям растущим. Конечно, мы, дело в том, что, когда вот вы меня спросили, вот сегодня кризис в семье, конечно, я и тоже отмечал, мы можем проводить любые тренинги, любые семинары, любые просветительства, но именно в семье, в хорошей семье, где хорошее отношение между супругами, действительно, это самое уникальное, самое действенное пространство, где растущий человек обретает понимание смысла семьи, смысла родительства, смысла, вот, быть мужем или женой, подзначимости, что это вообще, вот, вот, чтобы семья стала такой смысложизненной ценностью для каждого растущего человечка. Я думаю, что надо, мне кажется, ну, надо больше, наверное, это делать вот такая вот, у нас есть в социальной работе такое понятие «интервенция», такое наступательное пропаганда и просветительство, что такое семья. Да, возможно, это надо делать более активно, более наступательно, и, конечно, непосредственно, и прежде всего в молодежной среде. И особенно, вот, это старшеклассники, это, наверное, студенчество, это те, кто, вот, ну, прямо вот завтра вот вступают в брак, вот могут вступать в брак. Продолжение следует...